в новый год с новым штаммом это пандемии она пока не заканчивается дельта а теперь омикрон страны закрываются от пятой волны снова вводят ограничения врачи продолжают бороться и спасать людей этот год в приднестрове под знаком вакцинации в конце марта у нас сделали первые прививки а сейчас ревакцинируются новые мутации вируса прививочные сертификаты работа врачей как это было и что нас ждет дальше вспоминаем как прошел тот год и делаем прогнозы когда же конец коронной эпохи пандемия коронавируса год 2021 их к вид мутантов как грибов после дождя прошли британский дельту на горизонте новый омикрон штамм из южной африки захватил европу перекинулся за океан сша снова бьет рекорды по заболевшим как и англия в ирландии омикрон у каждого третьего к вид пациента в испании и италии снова носят маски на улицах случае нового штама в россии и на украине а наступление массовой пятой волны говорят все люди вакцинируются да я вот тоже планирую хотя сейчас я пока у меня еще не истратился срок годности этот паспорт выздоровевший но вакцинироваться буду потому что без вакцины в принципе никуда да и люди говорят которые болеют по второму разу они вакцинированы более в легкой форме переносит поэтому люди вакцинируются моя жена вакцинировалась тоже год 2021 старт массовой вакцинации на камеры прививаются руководители стран люди делают фото во время укола эксперты обсуждают вакцины чем отличаются где какие признают препаратов все больше все хвастают сертификатами в приднестровье вакцинация начинается в конце марта в числе первых главврач ркб игорь тостановский мы одни из первых чтобы с одной стороны сохранить свое здоровье с другой стороны своим примером показать что вакцинация это необходимость это реальность сегодняшнего дня примеров вакцинации спустя месяц и после старта только в нашей стране десятки тысяч в мире миллионы все чтобы защитить себя близких помочь врачам слободейский ковид госпиталь его открыли первым стране во время к вид спадов не сворачивали многие медики работают здесь самого начала только они знают все ужасы короны с 5 процентов ты видишь пациент с прогрессировал до 70 выраженная дыхательная недостаточность попадает в реанимацию и вот тут уже начинается действительно борьба с коронавирусом действительно война чья возьмем вот это для нас победы таких побед очень много поверьте трагические случаи они запоминаются а победы которые возникают каждый день во первых их никто не считает и никто не обращать на них внимание но вот эта победа когда пациент выздоровел вышел с большого процента прожили в начале года многие говорили зачем вакцинироваться мол переболею будет иммунитет этот год показал к видам можно болеть повторно прививка от заражения на сто процентов не спасает но защищает от тяжелых последствий знакомый был неделю под кислородом потом неделю не могли сбить температуру и когда выросли у него было такое состояние что он не мог самостоятельно даже стоять сказал что лучше вакцинироваться это надо всем потому что опасно опасаемся за свою жизнь за жизнь детей родителей хотим чтобы все было хорошо перестановить инфекцию есть да люди которые соседи которые вакцинировались ну переболели легче дома лечились и не так сильно организм пострадал в приднестровье почти месяц как начали ревакцинацию это повторная прививка от коронавируса олегу 24 ковидом не болел два раза привился я вакцинировался когда по телевизору увидел как ангела меркель вакцинируется астрозенека если она вакцинировалась то кто я такой чтобы не это тоже не сделать почему бы и нет я реально не вижу причины почему нет там кто-то рассказывает какие-то сказки я в это не верю и думаю что это неправильно придумывать что-то гадать тут весь мир борется у нас мне кажется все условия для ревакцинации вакцинации созданы огромный выбор вакцины и мне кажется каждого за эти два года научилась ситуация что лучше сделать этот укол чтобы не болеть что будет дальше и когда коронная эпоха закончится мировые эксперты уповают на тот самый новый омикрон штамм вирусологи говорят омикроном болеют легче он распространяется быстрее опасной дельты и скоро ее вытеснит а ковид станет обычной сезонной простудой но пока это лишь позитивный прогноз корона не раз всех обманывала это еще один повод сделать прививку и быть готовыми к новой волне а